Привет всем стратегическим жевжикам! Вы видите и слышите главного стратегического жевжика планеты Земля Алексея Халецкого. Это значит, что вы смотрите продолжение партии Зазулусов в Sidmouth Civilization 6 на последнем уровне сложности. Если вы не знаете, что тут происходит, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. Хорошо. Продолжаем. Продолжаем отбиваться. Давайте я свою рожу уберу. Мы тут на три фронта воюем вообще. На три фронта. Вообще главное нам лица на самом деле удержать. Так. Нас обстреливают каперы. Кто мне больше не нравится? Наверное, этот арбалет, я думаю. Давайте вот с него и начнем. Сколько нам еще ходов? Четыре хода продержаться надо. Блин, я не... Как и говорил, я очень не хочу мириться. Ни с инком, ни с Англией, потому что я их города хочу захватить. Ну вот эти кирасиры мне очень не нравятся в тылу. Конечно. Надо отступить, чтобы не убили. Продолжаем линии Наска рисовать. Тут нарисуем, тут нарисуем. Так, вот здесь... Наверное, вот на этой клетке имеет смысл. Или я здесь лучше... Давайте я здесь лучше ферму сделаю, а на этой клетке вот этим рабочим. Сейчас попробуем хотя бы рядом с Дели иудаизм разнести. Так, как мне так вставить, чтобы побольше юнитов... Вот так, наверное, ускорить... 9 ходов. Ну что, опять в темный век? Ну, вообще... Не, наверное, не будет шанса кругосветку сделать. Но я буду стараться. Так, найти источник. Я больше шпионов не могу сделать? Не могу. Арбалетчик. Верфь и гавань. Надо какой-то сильный юнит, наверное, здесь. Можно капер, кстати, построить. Тоже будет стоять, обстреливать. Из города. А что я открыл? Меркантилизм. Ну, пошли в строительную инженерию. Я надеюсь, что я сейчас получу все-таки великого адмирала. Плюс один перемещение. Знаете, что я бы логистику поставил. Надо нам еще скидку, но лучше, мне кажется, нет. Лишь, а можно поставить было бы ремесленников, но в данном случае логистика, конечно, покруче будет. Чтобы юниты просто быстрее прибегали. Блин, техническое... У меня, главное, тырят технологические ускорения. Ничего себе. Так, мне... Надо рыцарем кого-то будет убить. Ай-яй-яй, слушайте, лица-то больно бьют. Это у меня ошибка, что я средневековые стены там не построил. Вполне за три хода могут его взять. Вполне. Так, что у нас с углем, давайте, смотрите, вроде есть. Да, и даже сразу уже обрабатывается. Отлично. Давайте посмотрим, где-нибудь рядом, может еще... Ну, один ресурс угля, а не фонтан. Да блин! Так, это не у меня точно. Видите, у Вавилона как минимум три реса, да? Унсы есть, уголь. Ага, вот уголь еще. Унгун, длову. Это, в принципе, можно использовать. Плюс еще у города Инка есть. Ладно. Ладно, окей. Так, кого мы тут хотим обстреливать? Блин. Я же по городу. Господи, как вот все-таки дебильно в шестой циве... У меня второй мисклик уже. Просто, ну... Хотя, мне было очевидно, что я, по-моему, в город стреляю. Нет. Выстрелил бомбардой в пушку. Так. Надо по каперам, видимо, работать. То есть, блин, против каперов, конечно, лучше бы эти подходили. Осадные юниты. Нет, слушайте, если нам даже одного миссионера не будет хватать, да, нам, походу, нужны все-таки апостолы. Так, ну я бы, наверное, еще вот здесь сделал линию Наски и все. Блин. Так, значит, я рыцарем. Кого-то убить, чтобы в кавалерию выйти. Я же где-то... Ага, вот он. Я же помню, что где-то корпус рыцарей строил. Так, тут... Давайте, наверное, корпус или военного инженера. Летучий отряд, корпус. Один ход строится. Университет в Булавай. Так, где нам фабрику? Ну, выглядит как в Улунде вообще. Самый... Подожди, а где мы тут... А, здесь производство. Так, тогда... Тогда, наверное, все-таки в Булавай ее... Да Улунде достает. И... Кваломедлини мы сделаем. Или пять, блин. А тут Даунг... Умгунгангдлову не достает. Так, дороги улучшились. О, союзы закончились. И давайте... С Франции экономически возьмем. Я бы ее позвал... Против Виктории в войну. Нет, не пойдет. Вообще, нет, подожди. Давайте с ней, наоборот, научный, а союзный, а этот военный, мы с Вавилоном, наверное. У меня вопрос, Вавилон объявит кому-нибудь войну? Мне ж надо... То есть мне с ним союз только если он войну объявит. Так, военный союз против... Я думаю, Виктории. Готов принять. Может, мне даже денег даст? Даст. Отлично. Так, а вот с Франции научный тогда. Так, Вавилон еще случайно против... Там, по-моему, за один ход можно одну все-таки войну только... Да, Ви... А, нет, совместная война... Да, это против его уже. Ну, это типа против каких-то других. По-моему, только следующим ходом я смогу попробовать... Войну против Англии еще позвать его. Блин, хоть ты мир заключай. Нет, новинка вообще не готов. Я так понимаю, что они не заключат мир, пока лиц не заберут. Хотя Англия, возможно... Нет. Видите, у них три хода до взятия лица. Я думаю, что купить капер сколько он стоит? 560. Давайте с Вавилоном попробуем что-нибудь продать. Мне надо 140 монет. Ну, ему рез и никакие не нужны. Железо, я думаю, тоже вряд ли ему надо. А, не надо. Вау, за 11 железа, да? Класс. Вот это удачно. Ресурс, который мне не нужен. Не знаю, зачем он... Вообще не знаю, зачем он... Вавилон он. Так, отлично. Тогда тут капер, наверное, надо отложить, пока не будем. Давайте мы здесь тогда будем строить требушет. Потому что требушеты, осадные юниты, очень хорошо против морских работают. Просвещение все еще надеюсь открыть. Давайте пока баллистику. Так, осталось вот этот вылечить юнит. Так, где у нас генерал? Его как-то... А, он уже походил. Так, рабочего оставляем пока. Ведь нас тут осаждают. Так, из булава ее... Пишет в барсипу, но на самом деле должна, вообще-то, во Францию самое крутое. Из Этиквини, Андини и Хайдерабада должно самое крутое бегать. Потому что они морские. Так... Так... Лечимся... Тут бы я проатаковал, пожалуй. Ну, потому что это как раз против конных юнитов самое то. Опа. Здравствуйте. У нас тут скауты английские плавают. И умирают в корчах. Так, в Кваду Кузи строитель. Ну, там я вообще летучий отряд строил. Может, еще требушет? Или тяжелую колесницу? Корпус. То есть это тот же рыцарь, который в будущем апнется в танке. Так, в Улунде фабрика из булавариус работает. Поэтому здесь не надо. Верфь. Ну, тоже такое. Давайте юниты. Стрельцы и пикинеры давайте. 200 науки. Больше только у Кореи. Но мне лиц надо удержать как-то. Вавилон в Женеву отправил. Так, лица уже в осаде. Вот это плохо. Это... Неужели он берет лица? Что ж такое? Бедствие миру. Так, вообще, вот этот должен на три клетки ходить сейчас. Плюс... То есть вот этот должен, по идее, атаковать вот эту фигню. Если мы проатакуем... Катастрофическое наводнение. Но это, по-моему, не... Блин, ну вот почему мне бомбарду... Так, мы кого-нибудь сможем тут убить? Сможем. Ее. Военную науку прокачали. Ее и открываем. Дальше. Да, добегает. Можем убить? Можем сразу убить, да? Отлично. Мы сняли осаду. Теперь. Морской пес уничтожен. Боже, осада лица вообще жесткая. О, третий великий человек наконец-то появился. Отлично. Так. Я бы вот тут на счастье поставил либерализм. Вместо торговой конфедерации. Потому что счастье — это важно в данном случае. Вообще бы мне в национализм идти теперь. Давайте мы в национализм. У меня есть кому-нибудь формальный повод объявить войну? По-моему, война Золотого века является формальным поводом. Но надо подумать там в плане... Я же торгую с португальцем. Просто хочу подставить сюда этот корпус. Возможно, его убьют. Но зато не будут... Так, а может я вообще апну? 320 золота, 20 железа. Мне надо 11 железа и 270 золота. Что-то у меня сомнения. Правда. Так, давайте в Дели, пока тут вообще иудаизм не ушел, накупаем апостолов. Просто если я не захватят, то они кризис выиграют. У меня даже не то, что я... Он как бы лиц не самый крутой город, чтобы жалеть, если он будет захвачен. Но проблема в том, что они... Кризис тогда. Вот жалко, что... Ну, вот это, конечно, проблема интерфейса. Вот тут просто не должны показывать ресурсы, на самом деле, на этих клетках. Потому что они не могут быть обработаны. Линии Наски. А оно показывает и немножко путает, что типа эти клетки можно использовать. О, как у меня Хайдер-Абат обратился в иудаизм, интересно. Пойдем все ремонтировать тут. Тоже сваливаем. Вообще, Вавилон бы мне больше науки давал. Потому что он сам, сам по науке лучше развит. М-м-м, блин. Конечно, пушкой надо было бы по кораблям. Нет, по идее, не должен браться следующим ходом. Даже если они снизят стены, вроде как не берется. Давайте еще этого сюда перебросим. Чтобы он на капер воздействовал. Еще уже в Бордо две штуки отправил. А, значит, куда мне бегает Бордо, Марсель, в Тулузу давайте. Надо в разные отправлять. Ну, блин, что, не убиваем, да? Зато не дадим рыцаря убить. Да, слушайте. Намного веселее играется все-таки. Все намного веселее. Как-то динамичнее. Так, что мы тут еще? Ну, кампус, наверное... Или поставить. Слушайте, а что не поставить? Давайте поставим кампус уже. Мне кажется, у меня армии достаточно. Мне главное ею распорядиться хорошо. Так, вот в Квалы Медлини я, наверное, тоже фабрику поставлю. Тем более, что тут пять производства. Так, вот я и угольную сделаю потом. Гавань, маяк. Так, слиться мы сняли. Осаду. Ереван есть. Блей... А, девять. Я испугался, что я мог засоюзить Ереван, и тогда я мог, ну, реально выбирать прокачки для апостолов. Ну, там девять послов, конечно, без вариантов там нельзя было засоюзить. Военную науку и научную теорию ускорили. Так, в Улунде мне надо все-таки военного инженера еще одного и доделать. Чудо-промышленеры, два пригорода, два банка. Ну, что, смотрим на лиц. По идее, должны убить этот корпус колесницы. Ну, и я не стал, видите, торговать. Все-таки это довольно... Летучий отряд убили. Бомбарда. Какая бомб... А, там военном... Да, слушайте, он... Он пока не может захватить... Так, обменяться столицами. Так, как мы тут будем действовать? Сейчас бомбардой убьем капер. По идее, мы вообще должны ваншотнуть его. Не, половину. Блин, чуть-чуть не хватает, чтобы его добить. Давайте я, наверное, вот так сделаю. Выйду арбалетом, чтобы сюда поставить этого. Добьем... Ну, это не капер, это уникальный юнит Англии. Там морской конь, блин, хотел сказать. Что-то там морской пес, что ли. Так, убьем. Меня убили два юнита. Бомбарда, потому что захватили военный лагерь. И здесь летучий отряд. Черт. Блин, а тут? Я все еще не купил тут средневековый. И не могу, потому что требует ремонта. Наверное, из-за того, что военный лагерь убили. На самом деле, в самом городе не требует стены ремонта, как вы видите. Блин, может, все-таки с инком попытаться... Ну, слушайте, вот когда кризис закончится, тогда имеет смысл что-то разговаривать о мире. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, что у нас в апостолах пришло? На два раза больше. На два раза больше возьмем. Так, а у этого снижает на 75. Отлично. Вот эти два прокачки — это комбо для апостолов. Этот на 75% снижает влияние других религий, а тот на самом деле комбо, ну, более крутое комбо, который в три раза сильнее распространяет в городах других цивилизаций, но в нашем случае вот это комбо, потому что на два распространения больше. Так, вот тут нам еще пустыньку обработать. Тут еще, тут еще. Вот тут вообще классные будут рисунки Наска. По-моему, Франция Махенджи Даро плывет забирать. Так, вот тут вопрос, куда мне, наверное, все-таки сюда, к Гунгундлову подходить надо. Это Мерлан. Ну, скорее всего, минус — это тяжелая колесница, но она свою роль выполнила в отвлечении. Слушайте, я, наверное, высажусь сюда. Минус этот. Видите, 70 силы стало. Отлично. По-моему, ему даже не должно хватить силы снизить. И следующим ходом, в общем-то, конец кризиса. То есть, получается, если сейчас за этот ход они не берут, то я победил в кризисе. Так, ну что там далеко? Крюгосветки. Шесть ходов до конца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Еще четырех не встретил. И шоколадкой можно поторговать. Алюминий, наверное, продает алюминий. Вау. В обязательном порядке покупаем у него алюминий сколько даст. Ух ты. Это мы хорошо тебя встретили. Четыреста четыре. Это вот кто на втором месте. Четыреста четыре. Слушайте, я за компа никогда не видел, чтобы Германия так по науке перла. Почему-то обычно вот Германия... Я же ее так поставил, чисто, ну, Германия. Пускай будет. Фашисты. Все-таки фафашечка прошлая за Германию была. А тут вот оно что. Так, надо ли нам верфь? Я бы кампус строил. Вот тут я хотел, кстати. Так, маяк в Дели. Это значит, нам нужен торговец. У шпион Российской империи был пойман. Ну что? Момент истины. Так, где-то я тут еще выполнил вторугу. Можно два посла, чтобы универы больше науки давали. Махенджи Дара, я, видимо, выполнил задание. Ну, лучше, да. Давайте вторугу два посла. Плюс восемь науки. Вход тоже неплохо. Все, хлеб. Так, смотрим. Сначала будет Инг ходить. Стоим, держимся, держимся. Отлично. Все это мы вытерпели. Теперь время Англии. Смотрим. Мы должны, наверное, коляску убить, я думаю. Фуф. Кажись, выстояли. Блин, ну он там каравеллу еще привел. Или все-таки еще один ход мы должны стоять. Блин, торнадо еще началось. Улиться. Главное. Не, походу, еще один ход стоим. Англия. Англия. Давай мир. Нет, видимо, нет. Так, линейные пехотинцы. Ну, смотрите, теперь он может вот этим юнитом захватить, да? Но его мы можем убить. Кроме того, он может захватить любой из каравелл. Я думаю, мы должны так сделать. Потом так. Так, а тут апнуть в линейного пехотинца. Просто, наверное, стоим в защите. Так, нам надо 6 селитры. Не должен он убиваться и, соответственно, захватываться город. Тем более, мы еще капер убили. И, короче, ему обстреливать город нечем. Он может только убить этого латника и одной каравеллой проатаковать город. Вот я не уверен в плане того, что не хватит силы. Мне кажется, что может хватить. Так, значит, сначала этим работаем. Я не понимаю, а как вот тут вот распространялся так иудаизм? Круто. Тут же кругом индуизм был. Как вот мой иудаизм так распространился? Я уже, наверное, с религии, да, 7 науки имею. Ладно, потом к булавае вот этими двумя пойдем. Так, военная наука открыта. Давайте авиацию. Вряд ли мы чудо-промышленные эпохи откроем. И здесь, наконец, строим так, баллистику. А давайте баллистику. Че я тут... Я бы вообще конкретно в угольную пошел. Нам надо одну угольную электростанцию построить, что мы скоро сделаем. Слушайте, а давайте я в Улунде куплю древние стены вот так. И вот эту... Там 40 веры всего лишь. И убью вот это говно плавающее. У меня в озере... Утоплю говно все-таки. Оно всплывает, всплывает. Зачем нам это надо? Можно будет военного инженера подержать для аэропортов. Где-то построить. Так, пойдем-ка мы в пустыньке эти линии нарисуем. Может, исследовательские гранты почитать? Как у нас какой-нибудь тут великий человек поблизости имеется? Инженер. Торговец. Ученый далеко. Блин, вообще надо было бы уже, конечно, Пингалу давно прокачать на гранты и использовать его. Ладно, что у нас? Кирасиры. Это тяжелая кавалерия. То бишь рыцари. Давайте корпус... А, железа не хватает. Два железа надо у кого-нибудь купить. Что он вообще не хочет как-то... Что он вообще не хочет как-то... у кого-нибудь... Ну и ладно. Штуковка здесь еще слоны есть. У Франции, ну... А что это мы с Францией слонами не торгуем? Блин, она железа не хочет давать. Прикол какой-то. Блин, она больше могла дать. Так, мне у кого-то железо надо. Ну, Вавилон, что? Ты не дашь железо, блин, я ему не дам... И он не даст. Вау. А что так? А что так? А почему железо такое дорогое? Это мне завязка сюжета в Балдурсгейт напоминает. Так, ей лошади не нужны. Уголь мне жалко. Блин, а что ей предложить-то? Черт, как-то, смотрите, не получается торговать, потому что... Ну, этот не... Этот... Вот с Индией как раз понятно, потому что она как раз на уровне развития, когда железо нужно. А вот что с Вавилоном и Францией? Почему они так... не хотят? Ну, блин, ну... Я не понимаю. Два железа всего лишь. Два. Ладно, я просто пропущу ход. И начну уже в следующем сразу кирасира встроить. Железо ж у меня появится тогда. Так, и Канду я не могу ремонтировать. Разведительное управление. Не думаю, что я буду за веру покупать. Или... Или буду. Вообще у меня 100 веры в ход. Илья великих людей скорее. Мне что-то кажется великих людей, и скорее мне надо тырить техи, поэтому и часовню Великого Магистра. Илья великих людей. Поэтому и разведывательное управление, в смысле, вместо часовни Великого Магистра, конечно. Так, значит, тут пропускаем производство. Так, в Хайдарабаде у нас в чем? Промышленная зона. Кампус. Я бы, наверное, вот сюда кампус поставил. Так что тут мы не будем делать. Тут еще какой-нибудь район, например, в Андини, можно будет сделать, и нормальное соседство получится. Так, в Дели. Кстати, фабрика в Дели. Нет, не нужна. Давайте какой-нибудь морской юнит, я думаю, тут. Капер тоже. Нам же два капера надо для ускорения электричества. Блин, сейчас были бы пушки там 3-4 уровня, если бы я не похерил все свои рыбы. Ну, смотрим момент истины. А, блин, я ж не апнул. Я латника не апнул. Кого убили? Стрельцы и пикинеры. Ну, ладно. Меня больше вот это интересует, конечно, чем Инг там. Отлично. Не взяли город. Все, я точно кризис закончил. Фух. Я вот думаю, просто может со всеми с ними мир заключить и... Немножко отшуняться и тогда уже лезть дальше. Ваш народ не сломить полчищами алчных врагов. Плюс 2 к боевымощи при нападении на атака города и 200 единиц мирового влияния. Кайф. Так, сейчас мы им тут побольше юнитов надо поубивать. Плюс 2 к боевымощи при нападении на атака города и 200 единиц мирового влияния. Ну, что, не хватит каравеллу убить. Ну, елка-палка. Так, ну, по-моему, я больше никого тут атаковать не могу. Ну, что, вы замиритесь, наконец? Серьезно? Даже за 190. Так, слушайте, Англия реально не хочет мириться. О, я инг готов. Так, это хорошо. Ну, вообще, лиц могут взять следующим ходом. Хотя, кризис миновал. Ну, блин, я его, наверное, отобью. Наверное. Тогда можно и дальше на Англию лезть, я так понимаю. Так, тут надо починить центр коммерции. Блин, 110. Но все равно куплю. Чем быстрее мы линии построим, тем больше бонусов вокруг получим. Наверное, производство пока. Космопорты уже кто-нибудь построил? Нет, пока, слава богу, еще никто. Так, стоим в защите. Не в защите, если лечимся. Палтоводцы тут не умирают, если он захватит город. Так. Ну, нам хотя бы вокруг Дели пораспространять. Не то, чтобы прям вам все города. Так, а что этого парня держим на будущее? Так, сколько ходов? Четыре. Ну, вообще, кругосветка реально. Вот вопрос, надо ли, смогу ли я в Золотой век тут выйти. Да, арбалет, видимо, минус. Формальный повод. Блин, мне хочется кому-нибудь войну Золотого века объявить. Чисто для ускорения. Блин, сейчас бы вспомнить, откуда торгую ли я с португальцем хоть чем-нибудь. Вот тут написано. Теодор Рузвельт, Сандок, Петр Великий, Амонитор, Екатерина Медичи, Фридрик Барбаросса, Амонитора, Сандок, нет. Теперь проверяем, если у него с кем-нибудь союз есть с Индией и Инком. Черт. Ну, то есть, мне Инди и Инк опять войну объявят, да? Сразу же. Ладно, пока потерплю. Четыре ухода у меня еще есть. Линейные пехотинцы. Нет, пока не апы. Ну что, падает Лидс? Если бы играл человека, он бы захватил Лидс. То есть, например, убийца Каравелла об него, но человек бы его не захватывал, в том плане, что для него этот город ненужный. Интересно. Блин, что там за торнадо задолбал? Все, поломал. Так. Значит, этим эту Каравеллу обстреливаем. Блин, как бы мне вот эту Каравеллу убить? Ну, мне кажется, атаки квадрирем не должно хватить, снизить. Не, не берется ли это следующим ходом? Прям точно. Так, окей. Давайте тут отремонтируем Инканду сначала. И Канду. Я уже как угодно называю. По-разному. Так, тут я строю этот кампус. Так что тут мы не делаем линии. Почему я тут на один ход от... А, я железо хотел, чтобы сразу Кирасира встроить. Тут верфь, я думаю, в тему будет. В агре арена. Жилья не хватает, гавань надо. А рыба тут, кстати, обработана? Не обработана. О, я должен ускорить электричество, да. У меня бы венецианочку еще где-нибудь. Вот тут еще линии... Так, надо купить рабочего. А, блин, мне сейчас надо попробовать объявить войну формальной. Ну, я надеюсь, это ускорит национализм. Португалец вон внизу. Да, ускорило. И инк... А, нет, инк... А, все-таки, видимо, если ты только сейчас заключил мир, то не объявит он войну. Ну, отлично. Ну, индус, мне пофигу. Так, давайте мы еще Вавилон подговорим. Напасть на... А, нет, видите, даже не за один ход. Он даже сейчас не хочет нападать. Так, короче. В Квадакузе делаем... А, у меня, наверное, опять не хватает этих... Ресурсов, блин. Ну, я теперь могу уже армии делать, понимаете? Может здесь переключить на армию? На армию, наверное, не хватит железа, да. Слушайте, так я еще могу получить очки эпохи за корпус. А, за армию самую первую. Мне просто надо... Например, стрельцов и пикинеров. Три хода. Военные инженеры тоже ремонтируют, если кто не в курсе. Че все по три хода везде? О, один ход стрельцы и пикинеры. И будет первая армия в мире. За это нормальные очков дадут. Дальше. Так, ну тут мы уже никуда не выйдем. А вот здесь мы выходим в новое время. За это тоже дают очки. Так, тут повышаем пингалу. В гранты, я думаю. Я все-таки хочу здесь сделать корпус кирасиров и начну гранты читать в Улунде. Так, как нам лучше... Наверное, Улунде и Андиния обращать. И кругосветка еще, да? Очки даст. Да, блин. Ну вот хрена ты тут. Может уже и не даст, блин. Встал. 255 против 500. Немца. Но он в ракетостроении и в спутниках уже. Вау. Хамурапи не там... Помните в прошлом прохождении там Хамурапи просто туда летел? Так, угольная. Блин, подождите. Я должен был вроде угольной ускорить все. Я, наверное, угольную лучше куплю за деньги. Сколько она будет стоить? 660. Давайте отложим на угольную. Я бы следовательские гранты читал. Но я... Если я не буду тратить деньги, то я через два хода куплю. Угольную. Мне за электричество еще дадут очки. Шпиона. Не, вроде должен выходить золотой век. Пожалуй, пока оставлю все тут как есть. Смотрим. Лиц не должен забираться. Чего она пристала к нему так? Кризис уже закончился. Я понял. Все, осуждаешь меня. Типа, Зулусы вообще не существующая нация, да? Нет. Офига себе. Задите, сколько хитпоинтов осталось. Вау. Так, тут переработку уберем. Может, блин, продать кому-нибудь что-нибудь? Попробуйте уже угольную купить. Так, кроме того, у нас сейчас первый корпус в мире будет. Не корпус, в смысле армия. Не первая в мире. Вау. Да, тут кто-то по науке. Черт. Так мне, наверное, не хватит тогда. Черт. Так. Так. Продолжение следует... Не понял, почему у меня капер не стреляет Потому что у меня появился тут капер Короче, я построил тот капер Который должен быть в другом месте Блин Ну не должен же сейчас опять браться Короче, у меня каперы эти не смогут сейчас пострелять Ох ты, тут не проплыть Но лиц он может только с моря латником атаковать И квадрилемами обстрелять и все Ну не должен же браться В очередной раз я сам себя убеждаю Так, давайте мы наймем еще апостолов Я хочу иудаизм распространять Так, тут кампус делаем Тут Разведывательное управление Так, я хочу В квала Медлине Купить угольную электростанцию 600 монет Мне 80 не хватает Здесь пингалу на ценителя Здесь ничего вроде крутого не открылось 15% к чудесам такое Строителя не хочу Так Вот у Франции денюжки есть Чтобы ей такое могло понадобиться Так, мне надо 80 80 просто монеток Буквально 80 О! Отлично Спасибо С вами приятно иметь дело Открыли новое время Нам еще дадут очки За электричество Следующим ходом Да, что с нефтью? О! Уже капает тут нефть Не знаю, буду ли обрабатывать Честно говоря И тут где-то уже капает Отлично Еще и не на воде Все три Да, тут, наверное, все-таки придется Обработать А линии Наска Ну, не знаю Просто, наверное, уберу отсюда Так, слушайте Кайф Нефть есть Пошли встали варенье Блин, броненосец Две верфи Я где-то верфи вообще строю Раз верфь Тут надо верфь строить Ладно, пока Не ускоряем, видимо Так, в булава Я просто угольную строю Видите, я не могу У меня тут два капера Я ими не могу походить Что, у меня закрыто Закрыт путь Нет, тут верфь как-то маловато Будет давать Не хочу Торговца А мог бы плыть туда еще кого-нибудь Я кого-то еще Еще трех, по-моему Да, трех, четырех даже не встретил Не могу пропустить ход даже В лице капер Давайте еще капер В лице у нас каперы строятся Так, только эти юниты Значит, выбираем Что дальше исследовать Наверное, урбанизацию И Правой кнопкой Еще раз подождать Сейчас не shift и enter Можно Правой кнопкой Еще кликать Вот на этой Фигне Чтобы закончить ход Но не должен опять Лиц браться Каждый раз это говорю Да, ведь он проатаковал Латником Он проатаковал с моря И ему не хватило Ему не хватило Зашибись У меня последний ход Так, сейчас мне дадут очки За использование электричества По-моему Да Два очка И мне надо сейчас Два очка где-то еще Получить, чтобы в золотой век выйти Давайте думать Использовать нефть И использовать уголь Как же меня тут Он сурово блокирует Вообще Всячески Против ближнего боя Возьму Я могу только Его латника убить И все А мне вот это Не дает выйти Моим каперам Я не могу Ими стрелять Блин Видите В городах Других Цивилизаций С утроенной силой Но Мы возьмем Проходя мимо чудо Потому что у нас Вот тут чудо есть О, еще одно Мы сможем Этими апостолами Шесть раз Распространять Получается Там, кстати, индус Пошла Атака Индийская Так, хорошо Пожалуйста Кругосветка Есть Первая в мире Все, я в золотом веке Фух Прям на тоненького Так, тут кирасиры И, в принципе, я хотел Исследовательские гранты Тут начинать Надо как-то вот этот город Увидеть Так, а тут я хотел Купить 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 рабочего Да Чтоб здесь Линии сделать Нефть обработать Там он Рыбу можно Давайте купим Кваламинди Ну, давайте Тоже Исследовательские гранты Продолжим Какой там ученый У нас Ну, этот Явно Германия Заберет Этого Заберет Блин, еще Такая фигня Что мне каждый Я не могу Теми Каперами Пропустить ход И меня постоянно К ним переносит Понимаете Фигня полная Так Кищение Средств Наверное Прокачаю Пока Все Вроде можно Заканчивать ход Ну, вот На этот ход Точно не берется Хотя Там может Из тумана войны Какая-нибудь Каравелла Выплыть Но самое главное Что мы Выходим Таки В золотой век У нас Начинается Какой? Век атома Что ли? Сейчас Промышленная Эпоха Заканчивается И Начинается Нет Франция Спасибо Блин, мне бы Вообще Мир Со всеми Заключить Чтобы Немножко Счастье Своё Поднять Какая ещё Пафосная музыка Новое время Начинается Мы вышли в новое время У Зулусов Золотой век Но как они проведут В новом времени Мы узнаем уже в следующей Вы узнаете в следующей серии А спонсоры канала Могут прямо сейчас Поискать во вкладке Сообщества Спасибо им большое За поддержку На этом всё Ребята Играйте в умные игры Слава Украине Живи Беларусь И Россия будет свободной Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Суперспасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok